Субтитры делал DimaTorzok В предыдущий уикенд прошло крупнейшее космическое сражение в истории MMORPG и в онлайн. Битва происходила в секторе 6VDT и в ней принимали участие крупнейшие сообщества. Максимальное количество одновременно сражающихся игроков, которые зафиксировали приборы – 4070. Занятный факт, что поигра не превратилась даже не в пошаговую стратегию, а в один большой логодром, время в ней пришлось замедлить аж на 90%. И вся эта фантасмагория продлилась больше пяти часов. Завершилось все, впрочем, победой коалиции CFC, а общие потери составили 2900 космических кораблей. Пару месяцев назад мы узнали, что Wargaming.net собирается выпустить свою ММО-игру у World of Tanks в Японии. И вот стали известны некоторые любопытные новости, касающиеся этого релиза. Например, о том, что заключено соглашение о сотрудничестве между World of Tanks и аниме-сериалом Girls and Panzer. Деталей пока никто не предоставил, поэтому остается лишь гадать, к чему приведет такое соглашение. Может быть, появится новый набор скинов для танков или какая-то новая анимешная фракция, а то и вовсе переработка графики под аниме-стилистику. Релиз World of Tanks в стране восходящего солнца намечен на 5 сентября. Ну да ладно об анимешках. Между прочим, в августе этого года компании Wargaming.net исполнилось 15 лет. И по этому поводу они пригласили всю прессу, и в том числе нас, в Минск провести вместе с ними два незабываемых дня. Отчет о первом дне уже доступен. Отчет о втором дне будет доступен очень скоро. А тем временем в Neverwinter играет все больше народу, о чем радостно сообщает Perfect World Entertainment. В игре, которую официально запустили всего пару месяцев назад, теперь целых 2 миллиона игроков. И скоро их ждет новое дополнение с новой зоной и даже новым типом структуры квестов. Запланировано обновление на 22 августа. Blizzard, которая не особо распространяется о своем проекте Titan, решила вдруг нагнать туману. В сети появляются все больше и больше видео, которые наглядно демонстрируют внутриигровой магазин World of Warcraft. Правда, тем, кто волнуется на этот счет, стоит помнить, что все это на ПТР-сервере, так что после релиза патча 5.4 все может измениться. Кроме того, Blizzard активно готовится к предстоящей выставке Gamescom 2013 и делает разные интригующие заявления. Например, о том, что готовящийся анонс заставит небеса сотрясаться и вообще разверзнет преисподнюю. Очень похоже на крупное дополнение Diablo 3, но вполне вероятно, что речь о том же самом Титане. Отдельные новости достойны нового видео MMORPG The Elder Scrolls Online, которое приурочено к выставке QuakeCon 2013. В нем есть новые враги и локации, рассуждения об аспектах создания персонажей и многое другое. И стоит напомнить, что релиз PC и Mac версии проекта передвинули с 2013 года на 2014. 2 августа состоялась презентация MMORPG EverQuest Next с демонстрацией игры и разработчики Sony замахнулись на то, чтобы задать тон всем ММО на ближайшие десяток лет. Почему нет? Ведь пообещали разрушаемую обстановку, мощный инструмент для сооружения зданий, систему PlayerStudio, умный искусственный интеллект, мультиклассовость, возможность создавать разные игровые вещи и даже передать собственную мимику своему персонажу. Казалось бы восторгаться, бежать подавать заявку в бету и записываться в клуб ждунов. Но истинного гоховца так просто не проведешь, поэтому у нас на портале с разницей в сутки опубликовали два материала весьма критического характера. И если первой от нашего нового автора Яны можно посчитать первым взглядом, рассуждениями и мыслями, которыми она с нами поделилась, то от нашего строгого и порой беспощадного автора Маврикуса едва ли ушла хоть какая-то деталь. И в этом можно убедиться, почитав его критический анализ. Одно из главных событий в мире киберспорта турнир The International 3 продолжается. Отметить его можно хорошим разгоном, который взяли рожденные побеждать, то есть украинцы Na'Vi. На данный момент они доминируют в группе A. А вот у россиян Virtus.pro все не так хорошо. По данным на воскресенье они на последнем месте в группе B, лишь с парой побед и целым десятком поражений. Лучшие на турнире, опять же по воскресным результатам, шведы The Aliens. Впрочем, International славится своей непредсказуемостью, поэтому не делаем поспешных выводов, а следим за турниром. Кстати, на нашем форуме ему посвящена специальная обзорная тема. А на официальном сайте League of Legends опубликовали список изменений, которые вступят в силу с установкой обновления 3.10. Немного усилили способность сосредоточенность у чемпиона Ash, немного ослабили паучков и Элизы, полностью переработали мастера Yi и добавили новый предмет Капюшон Призрака. Сингл новости. Для поклонников Биошока тизер и кое-какие детали сюжетного дополнения экшена Bioshock Infinite. DLC будет называться Brutal at Sea, и события будут разворачиваться не за облаками, а в глубинах подводного мира Rapture, во время кануна нового 1958 года, когда воцарился хаос и безумие революции. Главным героем, тем не менее, будет Букер и совсем взрослая Элизабет. При этом знать друг друга они не будут, а как переплетутся их судьбы. Вот главная интрига. Brutal at Sea выйдет этой осенью, а его продолжение аж весной 2014. Поклонникам Лары Крофт будет приятно узнать, что Square Enix активно занимается разработкой новой игры в серии Tomb Raider, и она будет рассчитана на новое поколение консолей. Пока деталей нет, но разработчики, как обычно, бьют себя пяткой в грудь насчет того, чтобы поднять планку качества. Продолжение следует... Возможности кастомизации и создание гибридных существ. Очень заманчиво в таком карманном варианте. Минимальная цель – собрать сумму в полмиллиона долларов до 30 августа. Правда, на данный момент средства на счету не густо. Особенно с учетом того, что если проект считается успешным, то основная часть суммы собирается в первые несколько дней. В рубрике «Железо» релиз Android-консоли под названием Shield от компании Nvidia. Она оборудована 5-дюймовым экраном с HD-разрешением, совмещена с геймпадом и базируется на Nvidia Tegra 4 – системе с 4-ядерным процессором. В конфигурацию входит 2 гигабайта оперативки и 16 гигов флеш-памяти. Вместе с консолью свет увидит как новые игры, так и оптимизированные под консоль. Из интересных видеороликов прошлой недели можно отметить весьма необычное видео экшена Watch Dogs, где нам демонстрируют сцену убийства Аиши Тайлер. И если вы не знаете, кто это такая, вы, наверное, никогда не смотрели пресс-конференцию на E3 от компании Ubisoft. Это та самая прекрасная дылда, рядом с которой любой разработчик чувствовал себя неудобно. И второе интересное видео от компании Wargaming.net – это фильм, который рассказывает о становлении и развитии компании в первых шагах и ключевых вехах на пути к успеху. Ну и на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, слушать наши подкасты, смотреть наши интересные программы. Увидимся на следующей неделе. Играйте с удовольствием. Пока-пока. Увидимся на следующей неделе. Опция. Огромное количество меха, огромное количество камня. Бойтесь меня. Сейчас как оденусь в меха с овечьей шкуркой. Ну почему я на последней неделе? У меня здесь качков такой все. Не знаю, наверное, потому что у тебя имя это ПГ. Ну и горчика будет. Переянут вор. Ребята, ну нажимайте кнопочку быстрее. Что там думать там? Первые ходы. Да, первые ходы очень быстрее. Нажал кнопку, оно приходит движется. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok